Продолжается путешествие по России в Великой Святыне, деснице великомученика Георгия Победоносца, которая доставлена в нашу страну в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня святыня прибыла в столицу Урала. Ее торжественная встреча прошла в аэропорту Кольцово. Затем святыню привезли в храм на Крови. Там она пробудет до 22 июня включительно. В аэропорту Кольцово небывалое событие. Сам святой Георгий Победоносец прибыл на уральскую землю. Его десница впервые доставлена в Екатеринбург. Обычно она прибывает на Афоне. Встречают святыню и греческую делегацию, во главе которой архимандрит Алексий, игумен монастыря Ксенофонд, духовенство и военные. В вип-терминале аэропорта краткий молебен. Его совершают митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл и епископ Нижне-Тагильский Серовский Иннокентий. Во время пресс-подхода афонский старец рассказывает о том, что по молитвам святого Георгия Победоносца в России произошли уже тысячи чудес. В полиантропии по их проблемам есть терапевтика. Есть очень много случаев исцеления людей. А также был случай, когда женщина незрячая, которая была слепой, она прозрела. И в одном городе, когда мощи святого Георгия спустились с вертолета, над храмом, который ожидал приходит святого Георгия, День был очень чистый, без единого облака на небесах. Появилась радуга над храмом, которая сопровождалась до конца прибытия мощей. Далее святыня отправляется в храм на крови. В ночь на 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, в храме на крови пройдет богослужение по афонскому уставу. А в 7 утра 23 июня десница святого Георгия отправится в Нижний Тагил. 24 июня ее ожидают в кафедральном граде Каменской епархии.